Аграрии перешагнули планку в 7 миллионов тонн зерна. Дожди немного притормозили процесс. Перерывы уходят на осмотр и ремонт техники. В лидерах Брестская область, следом Гомельская и Минская. По промежуточным результатам уже понятно, плановые показатели по общереспубликанскому караваю будут достигнуты, а это 10 миллионов. В Беларуси с 1 сентября откроются 150 инженерно-инновационных классов. В стим-центрах появятся 3D-принтеры, робототехнические платформы, наборы схемотехники и микроэлектроники для обучения. Оборудование поставляет российская компания. В потребительской корзине белорусов 75% товаров отечественного производства. Благодаря совершенствованию технической базы в связке с грамотной работой экономистов у страны собственные ресурсы. Мы обеспечиваем себя практически полностью. В стране продолжается тропическая жара. Сегодня воздух прогреется до плюс 33. В ближайшие дни дождей ждать не стоит. Такая погода повышает риск распространения инфекций, обостряет сердечно-сосудистые болезни, увеличивает вероятность тепловых ударов. В Бобруйском районе накануне днем горел дом. Спасателей вызвали местные жители. Огонь уничтожил второй этаж, кровлю и имущество. Никто не пострадал, причина устанавливается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова